В другие времена его бы не выдали, а если бы выдали, то поднялась бы всепланетная волна протеста и сильные мира сего долго боялись бы выходить из бронированных лимузинов. Вдруг прилетит тухлое яйцо или ботинок. Не то теперь. Даже расстреляя американца Ассанжа сразу по выходе из самолета, никаких проблем властям это гарантированно не создаст. Ширнормассы прекрасно знают свое место и навсегда излечились от романтических иллюзий полувековой давности. Будто властям можно запретить запрещать, и что настоящие реалисты требуют невозможного. Кстати говоря, даже дату для решения о высылке словно бы выбрали нарочно. Высокий суд принял все медицинские доказательства и заключение мирового судьи о том, что если Джулиана экстрадируют и поместят в экстремальные условия изоляции, это заставит его покончить с собой. А на самом деле он находится под стражей с 7 декабря 2010 года в той или иной форме. 11 лет. Как долго это может продолжаться? Сегодня Международный день прав человека. Какая жалость. Как цинично принять это решение в этот день. Если бы Асанжа не было, его стоило бы выдумать. Просто для того, чтобы показать, мир устроен совсем не так, как его представляют доверчивым потребителям новостей, публикуемых в официозах. Мифы о хрустальных градах на холме, о странах и континентах, где непререкаемо царят народоправие и закон, их все, нынешний узник британской тюрьмы Белмарш, расколотил в дребезге. Конечно, фарисеев правители разоблачали везде и всюду. Раскрытием одного секрета, публикацией пары-тройки документов. Но такое легко оспорить. Дескать, зритель просто видит картину не во всей ее полноте. Викиликс же всегда публиковал десятки и сотни тысяч документов. Любое преступление, любая ложь предстает выпукло и во всех отталкивающих подробностях. Из больших, рухнувших обманов, можно вспомнить идеологический конструкт об освобождении американцами Ирака. Ясно, огонь. Дай знать, когда разделаешься с ними. Стреляй. Давай, давай, не прекращай огонь. Стреляй. Мы послали двоих наших людей в Багдад расследовать это дело. Это была первая из трех атак, осуществленных там. Там погибло 11 человек, включая двоих сотрудников Рейтерс. Не так ли? Да, погибли двое сотрудников Рейтерс. Ранены были двое детей. Всего было убито от 18 до 26 человек. Ассанж, тот самый наивный ребенок, который говорит во всеуслышание, что король голый, говорит потому, что иные постыдятся или побоятся. Благодаря разоблачениям Ассанжа мир узнал не только грязные секреты иракской войны. Вики Ликс публиковал подробности военных преступлений, совершенных цивилизаторами и прогрессорами в Афганистане. Обнародовал служебную переписку американских дипломатов, из которой стало ясно, насколько штаты высокомерны, циничны, беспринципны. А Ассанжа Европа узнала, что США следят за ее лидерами, прослушивая, например, телефоны президента Оланда и канцлера Меркель, не говоря уже о министрах и политиках второго ряда. Но это было одно. Чиновник обычно обладает намозоленной шкурой. Говоря о нем что угодно, слова отскакивают горохом, а он сам бровью не ведет, свой путь ни на йоту не изменит. Но Ассанж разоблачает и корпорации, например, Google и Apple, обвиняя их в слежке за своими клиентами, да и вообще за всеми на планете. После такого на свете не заживешься. Даром, что ли, в тюрьме ее величества Джулиан впал в клиническую депрессию и готов наложить на себя руки. Задолго до того, как он сам же вскрыл и рассказал всему миру, что американское агентство АНБ следит за нами за всеми, задолго до этого он уже знал, как обстоят дела, как за всеми следят, для чего существуют платформы, которые вроде бы защищают свободу слова, а на самом деле служат цензуре и служат той же слежке. Джулиан разоблачил преступления ЦРУ и подрежаемых агентством убийства. И ЦРУ намеревалось убить его в ответ. Как мог суд принять решение о выдаче Джулиана в страну, которая собиралась его убить? Это преступление на фундаментальные права вроде свободы печати и демократии. На свете много людей, которых называют журналистами, правозащитниками, борцами за свободу. А Санш из них единственный беспримесный, в ком невозможно усомниться. Да, борец, да, защитник прав. И праведник, без которого не стоит Земля. Это небольшое космическое село на задворках Солнечной системы. Против такого, почитай, обретшего ангельское звание еще воплоти, обычные инструменты зла быстро притупляются. В тюрьму его бросили за придуманное в Швеции изнасилование. От обвинений несло липой за версту. Уголовные дела возбуждали, закрывали, а сейчас они вовсе сами собой рассосались. 9 лет Асанш таился в эквадорском посольстве, и выкурить его оттуда никак не получалось. ЦРУ даже составило план его убийства. Прямо там, в депредставительстве. Но вроде Трамп запретил. Чтобы взять эту добычу, охотники нарушали все существующие законы. Асанжу закрывали аккаунты в соцсетях, ему блокировали карты, в конце концов лишили эквадорского гражданства, которое даровал ему президент Кореа. Эквадорца на расправу выдавать не позволяла Конституция этой латиноамериканской страны. Официальный Кито затребовал у американцев кредит МВФ, и только получив его, выдал Асанжу на расправу. Параллельно расправлялись бунтарем и неспровергателем в общественном мнении. Про него, скажем, сняли фильм «Пятая власть», в котором роль Асанжа исполнил Бенедикт Камбербэтч. Актер сыграл идеалиста и подлеца. Хорошо сыграл, убедительно. Поп-культура – это очень дорого и тщательно сконструировано. В блокбастерах не бывает случайных, несанкционированных денежными мешками трактовок. В общем, москульт коллективно вылепил с Джулиана полубезумного фрика. А кто еще станет воевать со всеми государствами сразу? Викиликс. Как дела, мистер Асанж? Это моя личная информация, и у вас нет права об этом знать. Ну да ладно, мы же соседи. Приходите как-нибудь посмотрим фильм. Тот, где убивают иракских журналистов? Ну что за глупости. Мы посмотрим, как бомбят афганскую свадьбу. С Асанжем все ясно. Да, в 175 лет, или позволив самоубийца в тюрьме, его казнят максимально публично, чтобы никому было впредь неповадно. И ни одна респектабельная контора о нем не всплакнет. Ни Нобелевский комитет, ни Европарламент. Ходили слухи, что Трамп собирался перед уходом даровать амнистию, Асанжу и Сноудену. Однако на такой не решился даже Донни, политический фрик из фриков. Самое диковинное в этой истории то, что на окончательное решение вопроса с Асанжем потребовалось почти десятилетия. И это для самых могущественных государств, организаций и корпораций планеты. Не стоит заблуждаться. Тянули всего лишь потому, что разрабатывали универсальный алгоритм, чтобы всех будущих Асанжей сбивать на взлете. Теперь-то можно быть уверенным. Следующего Асанжа точно никогда не будет. Олег Романов в главном эфире. От души о том, что наболело. Новый проект, где о важных политических темах говорят люди из народа. Они развенчают вопиющие фейки. Что происходит на медиа, пространстве, откуда берутся обеспоченные упреки в адрес нашей страны. И кто умышленно штампует дезинформацию о Беларуси. Все темы будут раскрыты в режиме правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова